Дом номер 34 по улице Кирова построен в год, когда в России свершилась революция. Сейчас он считается одним из проблемных в посаде. В квартирах нет центрального водоснабжения, канализации, отопления. Жильцы показывают прогнившие, промерзающие зимой стены. Все сырое. Этим сервантом не пользуемся, потому что кругом одна сырость. Чтобы хоть как-то защититься от холода и сырости, жильцы укрепляют стены как могут. Заколачивают, затыкают пакли. От коммунальщиков помощи практически нет. Сделали неудачную заливку. Получается, у нас весь туалет растекается вот так вот дома. Как только пойдут дожди, сюда к дому будет неприятно подходить, потому что запах будет по всему дому. У меня сейчас уже сырость, и у меня в комнате ни прозох, ни говно. То, что этот столетний дом до сих пор не развалился, просто чудо. Ведь единственной несущей конструкцией здесь можно считать печь того же возраста, что и дом. Печка, которая не работает, мы просили управляющую компанию отремонтировать или ее снести. Разрешить нам здесь провести газовое отопление. На что в акте зафиксировали то, что печку, да, снести. А потом, когда уже более детально начали проводить работы, оценивать, сказали, что эта часть дома держится полностью на печке, и ее оставить как несущую конструкцию. Об условиях, в которых живут, люди не раз писали во все инстанции. Глава района Михаил Токарев приехал на Кировку, чтобы сообщить жильцам долгожданную новость. Их дом в год его столетнего юбилея наконец-то признали аварийным. В настоящий момент региональная программа до 2019 года, действующая по ее окончанию. Если Минстрой Московской области подготовит следующую программу и предложит нам туда включить дома, соответственно, он будет в этом списке. До наступления зим и холодов можно надеяться, что здесь как-то что-то сделают? Ну, в главе эти задачи жители сказали, да, соответственно, сейчас будет поручение службам администрации, они будут встречаться с управляющими компаниями и смотреть, обследовать то, что можно сделать в рамках уже не капитального ремонта здания, а именно поддерживающего ремонта до момента переселения. Районная администрация обязалась контролировать и помочь с финансированием проведения поддерживающего ремонта, который на Кирово-34 должна будет провести управляющая компания «Виктория». Ирина Максимова, Антон Коврежных, программа «События».